Конвейер по легализации так называемых машин-двойников обнаружили в Одесской области. Совместную операцию проводили СБУ, прокуратура и полиция. Все детали в следующем материале. Более 10 лет эта преступная группировка действовала на территории сразу 11 областей Украины. Схема была следующей. Угнанные за рубежом автомобили незаконно возили в Украину. Дальше машины загоняли в подпольные мастерские, где перебивали номера и изготавливали новую техническую документацию. Причем за основу брали уже существующие авто. Так и появлялись пресловутые двойники. Оригинал документов находится у владельца. Он крирует автомобилем, например, в Запорожье. Но в Черниговской области ездит аналогичный автомобиль такой же марки, такого же роковыпуску, такие же номерные регистрационные знаки. Таким образом, по поддельным документам машины-двойники становились легальными. А чтобы зарегистрировать эти авто в официальных реестрах, мошенники прибегали к помощи хакеров. Эта группа имела своих айтишников, которые незаконно входили в компьютерные мережи, в специальных обликов, где вносили подробные данные про автомобили. Силовики ввели группировку больше года. Изъяли свыше полусотни машин-двойников, обнаружили множество вещественных доказательств преступной деятельности. Обыски проводятся до сих пор по всей стране. Пяти фигурантам уже объявили о подозрении. Это от разборщика на разборщике до квалификованного технолога и служебных людей сервисных центров, которые занимаются деятельностью по выготовлению как номерных знаков, так и тех людей, которые имеют доступ к официальных баз автомобильных. Следственные действия по этому делу продолжаются. В прокуратуре говорят, круг подозреваемых наверняка увеличится. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.